В семье прошел молодежный арт-фестиваль «Рухты-Шигас». В рамках мероприятия, посвященного двухлетию программной статьи «Взгляд в будущее» и «Модернизация общественного сознания», в городе были организованы различные акции и встречи, в ходе которых молодежь, приехавшая на фестиваль со всех регионов области, встретилась с представителями искусства. Подробности в виде сюжета. В семье собралась самая активная молодежь. Они приняли участие в арт-фестивале «Рухты-Шигас», который прошел в нашем городе впервые. В рамках мероприятия представители разных регионов области возложили цветы к памятнику великого поэта Абая Кунанбаева. Участники считают, что данное мероприятие положительно повлияет на уровень развития молодежи. Я считаю, что молодежь должна проводить свое время с пользой, генерировать новые идеи. Я думаю, что очень важно держать связь между собой и во время общения разговаривать о реальных вещах. Примечательно, что за последние два года после публикации программной статьи первого президента страны Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее и модернизация общественного сознания» в стране были реализованы различные проекты. Отметим, что в их реализацию немалый вклад внесли и представители молодежи. Основная цель мероприятия через успешную молодежь разъяснить студентам основные задачи программы «Рухани Жангаро». Ведь все прекрасно знают, что язык молодежи хорошо понимает и воспринимает эта самая молодежь. Во время фестиваля участники встретились с поэтом, обладателем премии «Серпер», победителем президентского проекта «100 новых имен» Ержаном Жумабеком. Пройдя обучение, он начал свою трудовую деятельность в семье. В настоящее время он является докторантом одного из высших учебных заведений Турции. Я поделился с участниками опытом и знаниями. Я объяснил молодежи, что для достижения своей мечты необходимо работать и приносить пользу своему народу. Мы думаем, что хоть и немного, но мы приносим пользу развитию родной страны. Во время мероприятия молодежь получила возможность задать свои вопросы и узнать о творческих планах своих земляков. Также участники поделились своими впечатлениями от вечера. Достижения наших старших братьев на республиканском и международном уровнях для нас являются отличной мотивацией. Если молодежь, следуя их примеру, будет стремиться к успеху, то это станет хорошим достижением. Кроме того, в рамках арт-фестиваля Рухты-ШГС в Музее изобразительных искусств имени Семии Невзоровых прошел мастер-класс. Во время него молодежь получила возможность раскрыть свои таланты. Мастер-класс провела победитель международного проекта «Жаз Проджект» художница Ольга Чавкина. Она вместе с коллегами подробно рассказала о тенденциях в современном искусстве. В частности, неподдельный интерес молодежи вызвали работы с элементами интерьерного дизайна. Здесь идет интерьерное совмещение дизайнерского искусства и живописи, чтобы передать более современные тенденции, которые сейчас у нас идут. Сейчас очень востребованы интерьерные работы. Используются алкогольные чернила на основе спирта, ложатся абсолютно на любую поверхность. И они очень легки. Передача самокрасок, тонкость вот эта вот акварельная, легкая. И опять-таки они очень востребованы в современном дизайне. Отметим, что в ближайшем будущем организаторы планируют мотивировать молодых талантов публикациями их произведений, а также привлекая их к участию в различных проектах. Так в этом году в рамках проекта «Абай Алеме» будут изданы стихотворения молодых поэтов и писателей. В свою очередь молодые художники смогут выставить свои работы в проекте «Арт Заман». Сама Цикенов, Куаныш Смогулов, Ернур Калелов, телеканал «Семей».